Для чего тебе нужен смартфон? Вот, по-хорошему. Ну, порно утром посмотрел, так? Я, кстати, бросил смотреть порно. Почему? Да он всем про это пиздит, ему никто не верит, но как бы... Я влюбился. А, да? Там на порно-сайте нашел кого-то? Здесь нет телевизионных начальников и ограничений. Шутить можно о чем угодно. Религия, Путин, Кадыров, война на Украине. Единственный критерий, чтобы зрителю было смешно. Я очень рад, что мы тогда, ну, наткнулись на диск с спящей красавицей, а не с порно. Иначе я бы ее отбил. Я думаю, только такой порно лежит. В следующей шутке был панч про Чечню, но ее автор попросил вырезать. Все, Алиса, спасибо. Выключи музыку. Какой ты дерзкий. Вообще, да. Ты нашел того, кто тебя слушает, да? О, ты моя радость. Да. Есть необходимость в таких вещах, если интернет отключат вообще в целом? Как вы думаете, вообще интернет отключат вообще в целом? Слушай, все в счет начали бегать с этой историей, что типа вдруг автономный Рунет всех испугал, при том, что это обсуждают, наверное, с 2014 года активно. И в этом нет ничего такого нового и прям ужасного. Но речь идет скорее о замещении западных сервисов. Просто Facebook превратится во ВКонтакт. Всякая Spotify нет и хрен бы с ним. А всякие другие сервисы у нас тоже доступны. Поэтому я не думаю, что это прям как-то ужасно страшно. Мне кажется, что ты как-то недооцениваешь возможности. Ну, как бы, ты же понимаешь, что чем плохие дураки? Это да. Чем они хороши? Тем, что они тебя всегда удивляют, понимаешь? То есть они как бы... Ты думаешь, ну вот он же не сделает так. А потом он раз сделает, и ты думаешь, ну как так получилось? Настолько немного. Здесь же, понимаешь, что вот ту схему, которую ты описываешь, это обычная китайская схема. Ну, не совсем. Понимаешь, китайцы с их фаерволом великим, они развивались в интернете параллельно с тем, что строили свои сервисы. И сегодня ты, когда приходишь, говоришь, пацаны, у вас нет Ютуба, как вы вообще живете? Они говорят, так мы его и не видели никогда. И нам типа наш местный ЮКУ какой-нибудь вполне заменяет этот сервис. А у нас мы говорим о том, что люди пользовались, радовались, а потом они в какой-то момент скажут, все, пацаны, партия сказала, надо. Убрали, и мы теперь смотрим все Рутюб. И вот от этого становится грустно. Но понимаешь, какая штука? VPN и прочие средства обхода блокировок, они как работали, так и работают. И просто людям вставляют палки в колеса. Технически это особо ничего не изменит с точки зрения потребления контента. Вызовет какой-то дополнительный негатив, как было с Телеграмом. Блокировали, блокировали, не заблокировали, но при этом народ немножко взбунтовался. И мне кажется, собственно, его и не дожали именно потому, что посмотрели на реакцию людей в каком-то смысле. Но его не дожали просто потому, что деньги потребовались для этого. И деньги потребовались. И оказалось, что не очень, оказывается, Роскомнадзор умеет. Оказалось, что просто побанив тысяч айпишников, нельзя, оказывается, победить Телеграм. Но я, знаешь, как бы мыслю так, что если нас отключат интернет и сделают его автономным, то потом полетят ракеты и, в принципе, уже как бы мы не успеем насладиться отсутствием интернета в чистом виде. Просто понимаешь, какая история? Ну, я хочу добавить, знаешь, что на прошлой неделе вышла вот эта статья Суркова, нашумевшая, о которой вся интеллектуальная общественность понашучивала. Я такой, бля, по-моему, все очень серьезно. Ну, ты знаешь, еще статья Медведева, тоже программная. Я так понимаю, что сейчас будет цикл статей. Ты знаешь, ты знаешь, все действительно плохо, если у людей возникло желание. Знаешь, ты говоришь, что рейх будет тысячелетним, обычно незадолго до того, как этот рейх развалится. Да, ты думаешь, мне кажется, все очень серьезно. Ты же понимаешь, типа, когда ты начинаешь мыслить себя в будущее, и ты вдруг осознаешь, что то, что ты построил вечно, это обычно происходит перед тем, как это все разваливается. Понимаешь? Потому что это означает, что ты прекратил строить. Это очень простая мысль. Когда ты начинаешь думать о том, что с этого момента все понакатанный, значит, ты прекратил что-то делать, да, и тебе кажется, что ты все построил. И с этого момента все начинает разрушаться, просто жизнь так устроена. То есть ты строил-строил дом, думаешь, ну, все, будет стоять на века. Нет. мне кажется, тут же ставка сделана на самом деле на непросвещенность народа. В общем, нет. В смысле? Ты думаешь, народ читал Суркова? Сурков написал текст. Сурков, смотри, написал текст исключительно для того, чтобы его пообсуждали. Он не глупый же человек. Там же много неглупых людей. Он написал текст. Такой, чтобы все взвыли, начали его обсуждать. Ему же тоже приятно. Вводишь в Яндекс такой Сурков. А там что-то старое выпадает. А он такой Сурков. А сейчас там куча статей. Вот все его обсуждают. Ну, вот нормально. Можно еще некоторое время... Такой разбор, да, всего? Да, такой вообще. Я просто к тому, что у меня в этой истории новый с отключением интернета. Ты прав, про суверенный интернет. Давно говорят. Я просто... Мне стало интересно, что это за люди. Потому что все говорят законопроект Клишеса. И вот я, значит, погуглил его. Погуглил еще там вот женщина какая-то. И третий, конечно же, Луговой. Луговой вообще отлично вписывается в эту историю. Да, я напомню, что этот человек, вообще-то в 2004-м сидел. Я не знаю, кто такой Луговой. Спроси звукой. Алиса, кто такой Луговой? Состоящий из лугов. Спасибо, Алиса. Обращайтесь. Речь идет про депутатов. Круто она отмазалась сейчас резко такая, да? Мы такие про депутаты. Вообще, если подумать, то Луговой это действительно состоящий из лугов. Я тебе говорю, она такая типа Луговой. Возможно, в этом есть какой-то скрытый смысл также дополнительный. Что за Луга? Никто из этих людей, никто из этих людей вообще не имеет профильного образования. Они все юристы и, в общем-то, клишес из них самый образованный. Не надо иметь профильный. У нас отличительная особенность наших законодателей в том, что они не разбираются в ситуации от слова совсем. А профильные комитеты, как правило, либо возглавляются, либо состоят из людей, которые там совершенно номинально сидят. Вот реально номинально. И на выходе получается, что инициатива исходит не от запроса общества, не от обсуждения с экспертами, а просто это, очевидно, лоббирование чьих-то интересов. Ну да. Под эгидой безопасности, под эгидой защиты детей, борьбы с терроризмом продвигаются самые людоедские инициативы. Все, что в последние годы принималось, это все сделано вроде как для людей, а по факту страдают абсолютно невинные или просто по глупости попавшие в эту ситуацию люди, как, собственно, было с 282-й статьей, которую сейчас декриминализировали на каком-то уровне. Мне кажется, что она, в принципе, противоречит Конституции, ее бы хорошо выкинуть в текущей редакции. Гораздо интереснее, что ты правильно сказал про лоббирование, потому что все видят 2,8. На самом деле была же куча классных законов, которые требуют огромного количества денег для реализации. То есть нужно заключить много контрактов, например. Хотя бы вот как суверенный интернет, я себе представляю, это огромная локалка. У нас же была локальная сеть. Между домами провода накидали. Да, надо накидать между домами провода. Нужно же, чтобы еще у каждого сервиса, помимо глобального айпишника, был локальный, чтобы в случае чего, если отключат, все эти роутеры работали. И вообще такая, типа, большая серьезная работа нам предстоит для того, чтобы этот закон реализовать. Вот. Серьезная работа означает много денег для производителей. Что нереально в России. Ну, да, это правда. Ты имеешь в виду, что работа нереальна? Ну, в смысле, ну, где много денег и где надо много работать, ну, типа, это будет сделано плохо. Ты пропустил, хороший закон приняли, разрешили заключенным работать вне территории колонии. То есть нормально все, что-то там можно будет легко и работать на рабочей силе. Вот, кстати, количество заключенных в России, вот, их надо сделать ботами. Ты понимаешь, да, чем я говорю? Ну, типа, вот много... Лайкать Ольгу Бузову. Ну, условно, да, вот все. Ну, вот ботами, их надо, как вот в Китае есть, вот эти бот-фермы, да. Можно реально, кстати, было бы заработать, да? Конечно, конечно, да. Выкупать, знаешь, такое, можно мне тысячу ботов? Да, да. На три дня. Мне нужно там рейтинг поднять. Про лайкать. Приложение. Вообще нормально. Вот ты сейчас зря это сказал. Почему? Ну, вот зуб тебе дают через два года. Я об этом думал. Что это, блядь, за профессия лайко-ставитель? Нет, сейчас. Ну, вот, понимаешь, да, тот человек, который ставит лайки, как его назвать? Я не очень понимаю, почему. Хорошая профессия. Человек зарабатывает. Так-то звучит тоже не как самая плохая в мире. Ну, да. Типа просто дын-дын. Нет, ну, ты как бы делаешь важное дело. Ты ставишь лайки. Где-то кому-то эти лайки нужны. Если лайки кто-то ставит, значит, это кому-нибудь нужен старик. Мне вообще, кстати, кажется, что это большая тема отдельная по поводу зависимости от лайков современного общества, когда, знаешь, люди реально впадают в депрессию. Типа, вот вчера было тысяча лайков, а сегодня что-то не по лайкам. Вот Сурков так, наверное, и написал такой, типа, что происходит. Да, потому что грустно, когда ты вроде такой весь востребованный, и все у тебя хорошо, а потом бац, и внимание современной молодежи переключилось на кого-то посимпатичнее, поумнее, поостроумнее. И ты сидишь со своими, значит, этими лайками и понимаешь, что монетизировать и конвертировать их никак нельзя. У тебя так бывает? Вот я, собственно, через это сам прошел, в каком смысле. Я посмотрел на это, думаю, ядрить колотить? Ну, серьезно, это же, ну, прям, ну, детский сад. Ты реально переживаешь из-за того, что сегодня лайков меньше, чем вчера. Нет-нет-нет-нет, гораздо интереснее, как ты к этому переживанию пришел. У тебя было такое, что в какой-то момент ты открываешь YouTube, видишь вот новые люди, которые тоже там что-то делают похожее на то, что ты делаешь, и ты точно знаешь, что они делают хуже, но их лайкают, потому что они новые, а ты старый. Да, конечно. Ну, по умолчанию ты просто всех ненавидишь. Это нормальная реакция. Да, такой типа. Особенно, да, всех молодых, успешных ты такой, типа, в смысле? Я как бы, что за дела? А потом начинаешь разбираться, оказывается, что, ну, все не просто так. Люди вообще очень, что касается интернета, лайков, комментариев и, там, обожание аудитории, это все очень тонко чувствуют. Если ты что-то делаешь не так, тебе все об этом быстро расскажут. Поэтому нужно прислушиваться и к себе, и к своим зрителям, от этого, наверное, как-то отталкиваться и пытаться меняться в том числе. Опять же, в интернете, говоря о скоротечности всего и бытия, нельзя быть заслуженным артистом YouTube, знаешь, ездить по корпоративам в декабре, собирать кассу, а потом в Майами, значит, это отмокать. Здесь все очень быстро меняется. Сегодня ты крутой и востребованный, и классный, и потом дружку шоу. И вот это, собственно, должно быть. Отличное было шоу, кстати. Я, кстати, тоже смотрел. Ни серии не посмотрел. Первый выпуск я даже минут 15 посмотрел. Нет. А знаешь, продолжение того, я вот об этом думал, что, по сути, сейчас не хочу говорить эти слова, но все-таки скажу, что вот поколение лайков, на самом деле, опасно тем, что они хотят мгновенный фидбэк на то, что они делают. Соответственно, мгновенную реакцию на любой запрос. Условно говоря, если ты, там, ребенок, ты говоришь, хочу это, ты, и она хочет это сразу, то есть мгновенно, потому что лайк тебе ставит мгновенно, комментарии тебе пишут мгновенно. Это, понимаешь, мы в детстве просыпались в 6 утра, чтобы посмотреть по ТВ6 мультик. В 6.45. Наверное. В 6.45 был. Вот, да. А сейчас ты понимаешь, он демант у тебя все. Ты клацнул пальцем, у тебя все, вообще, мультики мира, пожалуйста. Слушай, так звучит, мы как будто такие старые и прям резко свалились в ругание молодежи. Типа, что в этом плохого? Нет, нет. Вот давай я попробую выступить адвокатом дьявола, и вот, типа, что плохого в том, что у тебя все на кончиках твоих пальцев. Вот смотри, у каждого из нас, мы втроем, у нас у всех присутствуют в жизни лайки. Да, конечно. Ну, то есть, это сейчас неотъемлемая часть нашей жизни. Лайк. Вот это, блядь, вообще, лайк, что это вообще? Моя, значит, неосязаемое такое, но оно есть каждый день у нас в жизни. Ну, смотри, если вот у тебя миллион лайков, а у меня не миллион, говорит ли это о том, что ты лучше меня, например, или нет? В современном мире? В мире лайков, да. Вот. В современном мире люди воспринимаются не как личность, а как инстаграм-аккаунт в каком-то смысле. Да, так и есть. Вот, если у тебя популярный аккаунт, за счет, ты, типа, крутой, понимаешь? И вот это, наверное, опасная подмена понятий, она как раз и пугает, потому что, ну, не так должно в жизни работать все-таки. Слушай, ну, а до этого, типа, ты приходил в школу, ну, я не знаю, с какой-нибудь крутой фиговиной, да, вот, это же было и в садике. Папа пейджера отжал. Да, папа пейджера отжал. Или там в садике ты приходил, у тебя был самосвал, который поднимает и опускает, когда ты такую штуку крутишь, да, а ни у кого не было. То же самое, что лайки. В общем-то, желание людей в такую вести жесткую градацию, такую, знаешь, иерархию, что вот этот человек, типа, звезда, а все остальные говно, оно было всегда, и то, что лайки заменили другие какие-то вещи, возможно, деньги там, еще что-то, оно, может быть, и не так плохо, потому что, хочешь сказать, что лайки-то может человек заработать, а заработать богатого батю, ну, не так просто, там, например. Ну, да, посложнее будет, но, во-первых, это все обсуждалось в «Черном зеркале» замечательно, да, вот это и про лайки. То есть, в принципе, эти темы, они будоражат умы современных. Я, кстати, тебе нравится «Черный зеркал»? Я вот через раз. Мне нравится только первая серия первого сезона. Все, вот ты. Вот зашел, да. Нет, на самом деле, я смотрю, знаешь, вот постольку-поскольку, то есть, какие-то интересные вещи мне, например, связанные с интернетом, с технологиями, какие-то есть совсем удаленные от… Мне просто вообще не нравится, меня все очень сильно раздражает тем, что они очень все упрощают. Утрированно, да. Слишком, да, то есть, ты такой, типа, хочешь поговорить о том, что лайки в нашей жизни, ты просто выдумываешь просто из головы какую-то хрень, такой говоришь, вот, типа, пусть как будто все наше зависит от лайков. Типа, ну, хорошо, пусть. Ну, они, по сути, берут какую-то штуку гипертрофированную, как-то так это… Ну, в этом… Это развлекательный сериал, в первую очередь. То есть, многие почему-то его воспринимают, как, знаешь, практически научно-популярное какое-то жоу. Нет, это просто художественный сериал, который, ну, не паразитирует, но использует эту тему себе во благо. Но мне вот, что касается «Здесь и сейчас», это, наверное, проблема, потому что люди разучились действительно ждать, хотеть, добиваться. Все как-то сильно ускоряется в этом плане. Да, очень, мы сильно разогнались. Все очень быстро. Вот эти вот замечательные, значит, подборки, где говорят, что там раньше человек в год получал информации столько, сколько сегодня в день, в принципе. Ты можешь просто пройтись по ленте какого-нибудь Фейсбука, и ты узнаешь столько, сколько человек раньше потреблял в себя там в течение года с голубями. И мозг, мне кажется, просто не успевает, не настолько эволюционировал за последние там сто лет, чтобы настолько ускорится. Сегодня все прям бегом, бегом, бегом. И вот этот темп безумный, он очень сильно выжигает людей. И многие, кто вот в этих соцмедиа варятся, они как раз говорят о том, что вот эта вся история в погоне за лайками и в целом за вниманием там всех и вся, она очень быстро людей вот опустошает. Тебе не кажется, что это выжигает просто наше поколение, которое с этим не родилось? А современное, оно к этому относится как к данности. Ну, типа, вот ты живешь в мире, где большая часть информации на кончике твоих пальцев, да, но есть какие-то вещи, которые не поменялись, например, там, я не знаю, сменность времен года. И у тебя есть какая-то история просто, что ты привык к такому потоку, и ты его фильтруешь, исходя из каких-то совершенно других принципов, чем вот мы, например, это делаем. Потому что мы все пытаемся делать по смыслу, там, вот есть важная информация, неважная информация, вот и ты такой-то иногда думаешь, что я вот листаю ленту, трачу время, а там столько всякого дерьма, а на самом деле другой человек, может быть, как-то воспринимает это по-другому, например, выбирает информацию только так, которая волнует его близких, волнует его, его близких там, или что он может обсудить. Просто с другими подходит к каким-то меркам. Ну, в этом есть две опасности. Одну из них мы обсуждали как-то вот в этом же подкасте, то, что все почему-то думают, что все эти аккаунты принадлежат им, но они не принадлежат им. Да. То есть если ёбнут Инстаграм, ну, тебя нету, если ёбнут Фейсбук, тебя нету и Твиттера. И второй момент, это момент «мои подписчики», словосочетание «мои подписчики». Ну, нет ни у кого своих подписчиков. Эти люди подписаны и на тебя, и на другого, и на третьего, и на четвертого, и на пятого. Мы каждый подписан, там, на человек 500-612. Ну, то есть нет такого понятия. Это мой подписчик. Ну, да, я вот завоевал, грубо говоря, знаешь, там, окольцевал, и вот он, соответственно, да, идет со мной по жизни. Нет, это, ну, как бы не... В этом есть вот именно две обманки. И вот в чем. Но самое... Мне вот что интересно. Больше мне интересно, наверное, лайки и так далее. Это все производное того, что мы называем, да, там, смартфоны и так далее. Вот я что хотел у тебя спросить. Как ты думаешь, в процессе эволюции, да, я думаю, ты, как и я, как и он, не выпускает телефон из рук целыми днями. Как ты думаешь, в процессе эволюции наши конечности подстроятся под телефон? Слушай, конечно. Как ты думаешь, рука станет вот такой? Пальцы станут длинными, да, рука станет огромной, чтобы, соответственно, вообще, знаешь, там, не сгибая пальцы, они уже докасались экрана. Но если серьезно, то когда вышел iPhone X, только появился, у меня даже есть ролик на канале, я заметил, что у меня дико болит палец. Просто потому, что изменилось движение. Раньше ты на кнопочку нажимал, это как-то было более шелопично. А теперь ты должен свайпать снизу непосредственно. И ты понимаешь, я стал ловить себя на мысли, что у меня вот от этого движения бесконечно, у меня уже реально просто палец болит. И он поболел-поболел, потом, видимо, произошла какая-то вот эволюционная история. Пацаны, не могу все-таки, так быстро эволюция не происходит. Ты просто накачал себе мышцу. Нет. Ты накачал себе мышцу на большом пальце. Давайте дальше. Это была посторонняя, окей. Ну, идея в том, что есть же, как это сказать, ученые, причем это не паблик его ВКонтакте, знаешь, а какие-то там не стыдные и не очень британские ученые показывают эволюцию человека, что произойдет с ним. Это, знаешь, там увеличившийся нос, потому что придется фильтровать огромное количество всякой вредной фигни. То есть, это вот эти процессы, они, конечно, занимают сотни тысячи лет, но действительно, наверное, куда-то движется в ту сторону. Но, но, но. Ты должен понимать, что смартфон – это промежуточный этап. Очевидно, что это костыль, который просто сейчас существует, потому что нет технологий, позволяющих реализовать это другим образом. Ну, а ты думаешь, что ну вот это типа прям костыль? Я думаю, что да. Я думаю, что действительно дико неудобно, потому что эта штука постоянно у тебя где-то носится с собой, лежит в кармане, нужно доставать куда проще, если у тебя будет все время перед глазами какая-то история болтаться. Мне кажется, нет. Ну, потому что провалился же Google Glass. Не, он провалился, потому что и технология была, и на глазах. А представляешь, что у тебя эта фигня будет незаметна? Если у тебя не будет какого-то специального гаджета на лице, который отвлекает, мешает, не всем идут очки, например. А он уже будет реально просто вот откуда-нибудь из века проецировать какую-нибудь фигню, или вообще хрен с ней с проекцией, можно это вообще в мозг транслировать. Просто линзу засовываешь. Или линзу, или вообще это будет у тебя в мозгу просто чип стоять, который тебе в мозгу же проецирует эту штуку, и тебе кажется, что у тебя перед глазами какая-то информация, хотя по факту технически ничего не проецируется. Мне кажется, что это вот как-то... Про сколько лет мы говорим? Через сколько лет это будет? Это мы не доживем, я думаю. Я просто потому, что вы как-то прям... Я про это много думал, и мне кажется, что вот в таких разговорах забывают очень важную вещь, да? Что ты должен контролировать процесс это. Знаешь, я такой рассказ читал, у Шекли, по-моему, он был. И там история такая. Космонавт, значит, разбивается на какой-то дикой планете, ему нужно дождаться спасения, да? И у него с собой есть там самый мощный бластер из когда-либо созданных вообще человечеством. Ну, может там полгоры срезать. Вот. И потом, значит, его спасают и находят его, значит, через полгода. Он такой с луком, стрелами бегает, вот. Его спрашивают, ну, а что пушка-то? Он говорит, а она типа звуков не издавала, это большая проблема. Она типа работала абсолютно бесшумно, и поэтому звери не понимали, что их убивает. Говорит, а когда я сделал лук и стрелы, и одна из там дикие собаки условно с воем убегала от меня, когда я ей в бок попал стрелой, все сразу все поняли. Вот. А это, говорит, какая-то вот тихая бесшумная штука. Очень клево, конечно, их прям испаряет, но они типа не боятся и идут, идут, идут. И он юзал этот вот типа бластер для того, чтобы забивать. Тяжелый, хорошая ручка, можно было как молоток использовать. Вот. И вы когда думаете про то, что у вас в глазах вот эти вот циферки бегут, это вы забываете про очень важный инструмент контроля, что очень важно, что ты держишь эту штуку в руке. Это прям первое, что когда я потерял телефон, первое, что мне не хватало, это было не заглянуть. Просто физически, да? Да, я должен. Когда не ощущаешь тяжесть в кармане. Когда не ощущаешь тяжесть в кармане. То есть это должна быть какая-то штука. То есть я верю, что возможно, что я смогу нажать кнопку и у меня будет просто как, знаешь, второй экран, но вот что у меня будет что-то в руке для управления, я прям точно уверен, что без этой штуки никуда. Многие говорили, что вот диски, понимаешь, музыка на кассетах, на виниле, потом на дисках, это вот ты купил физический альбом, красиво, тыр-пыр. Все же очень быстро изменилось. Да, но это ты... Стриминговый сервис сожрал эту тему. Это потому, что ты понимаешь, когда ты мыслишь о физической репрезентации, что твоя музыка должна где-то стоять, ты все равно мыслишь в какой-то истории, что это должны быть вещи, которые ты при желании можешь потрогать. Здесь история, что никуда они не делись, ты их можешь потрогать в смартфоне. То есть у тебя есть плейлист, ты его вот так листаешь, там же можно альбомы, каверы смотреть, и вот это все никуда не делось. То есть просто вот теперь ты это трогаешь с помощью телефона, так же, как трогаешь диски, видеокассеты. Кстати, в прошлом году продажи винила были рекордными. А винил, он не умирал. У меня был прикол. Винил это как книги, знаешь, то есть они очевидно уже реально проще читать со смартфона или со специальной читалки, которая на еинг-чернилах не раздражает глаза. Соответственно, ты читаешь так же, как из книжки. И ты просто закачал 500 тысяч книг, и тебе не надо париться. Причем не обязательно пиратским образом. Все, когда думают о читалках, сразу такое, ага, спиратить. Кстати, я забыл о пиратстве, ты знаешь? Вот. Через, наверное, последние лет пять я забыл о пиратстве вообще. Ну, типа, хорошо живешь так-то. Ну, типа, зачем пиратить? Ну, нет, на самом деле пиратство, я вот сколько с людьми общался, оно в первую очередь из-за экономии. То есть для людей пиратство это равносильная тупо экономия. Типа, если бы я зарабатывал у каждого порог свой, то есть для кого-то там 50 тысяч, 100 тысяч, 200 миллион. Ну, типа, я пиратчу, потому что я не могу потратить 300 рублей на фильм и купить, не знаю, там, подписку еще за 300. Ну, есть прокат. Прокат стоит тоже там 79, например, понимаешь? Нет, нет, здесь разговор-то правильный, что пиратить ты прекратил, потому что у тебя появилось две вещи. У тебя появились деньги, которые ты можешь себе позволить на это потратить, и возможности эти деньги потратить. Потому что, ну, будем честны, там, например, ты Netflix себе можешь поставить в России, а Hulu гораздо сложнее. Поэтому Hulu все пиратят. Да, поэтому если сериал вышел на Hulu, а тебе его прям вот приперло посмотреть, не то чтобы мы сами пиратим или вообще, как бы, не дай бог, нельзя-нельзя, но потенциально да. Ну, кстати, знаешь, я считаю, что если сервис не позаботился о том, чтобы у меня была возможность смотреть легально, то в данном случае пиратство не приветствуется, но, скажем так, индульгенция такая тебе прилетает вместе с этим. Поэтому, ну, а как иначе? Потому что, если посчитать, какое количество подписок и, знаешь, просто модно, типа, ну, подписка, там, 49 рублей стоит, там, чашка кофе, вот такие обычно используются штуки, подписок становится все больше. Это новая модель монетизации. Если еще несколько лет назад были приложения бесплатные, и внутри можно было совершать покупки, то сейчас это эволюционировало в подписке. Потому что это все ложится на человеческую лень, ты просто нажал 7 дней бесплатно, потом у тебя эти 7 дней прошли незаметно, и потом через полгода ты очнулся, когда ты понял, что у тебя что-то слишком много денег списывается с карты. И я вот тут, собственно, озаботился анализом, что я вообще оплачиваю. Я тоже считал недавно все свои подписки. Что-то получилось вообще не бюджетно. Ну-ка, расскажи, расскажи поподробнее. У меня получалось, ну, смотри, там подписка, например, 549 рублей в месяц, 249 в неделю, там, причем, они их еще ранжируют, 12 тысяч в год. Я купил какую-то полную лажу, приложение, знаешь, это семейное древо, которое тебе описывает, причем удивительно, но я там реально нашел своих родственников. Серьезно? Да, да, да. То есть там, типа... Просто ты на что подписываешь? На апдейт этого древа? Ну, как вот... Нет, на самом деле фишка в том, что там еще с этой байдой тебе прилетает возможность заказать анализ ДНК. А, понятно. Как оказалось. Но работает это только в Штатах, поэтому, типа, извините. Ну, и просто когда ты в это тык... А я, знаешь, что-то, видимо, я это делал... Мы это какой-то Новый год обсуждали, часа в 3 часа утра или ночи. И я сидел такой, типа, ага, давай найдем родственников. И что-то, видимо, не глянул или ткнул, или вообще не мог подумать, что может 12 тысяч подписка быть, а может 120 рублей, окей. И вот через год я эту всю тему пофорсил. Ну, вообще, в принципе, это я исключил лишнее. Но если говорить о том, что я прям продолжаю оплачивать, то, на самом деле, в год это, ну, десятки тысяч рублей получается. Потому что здесь 349, а ты умножаешь на 12, это уже 4 тысячи. Здесь у тебя там еще 400. И вот так это все набегает, и получается, что нифигово так подписки-то пожарать. У меня все вообще спокойно. Я подсчитал месяц полторы тысячи. Полторы тысячи? Я, кстати, оплачиваю, по-моему, 3 или 4 музыкальных сервиса. Причем, пользуясь там одним. Ну, Apple музыка мне просто удобнее, плачу iPhone. Но я оплачиваю и Google музыку, и Яндекс музыку. И есть Jay-Z-шный какой-то сервис с Lost. Да, да, я тоже пробовал. Я вот тоже оплачиваю, потому что иногда надо. Короче, вот это все в круг, это получается что-то экономика. Так, у меня еще Netflix, у меня Амедиатека. Я обожаю Амедиатеку, короче. Хороший сервис. Хороший. У меня Амедиатека. Потом у меня почему-то Amazon. Prime какой-нибудь? Да, типа. А еще у меня TNT Premier, конечно же. А, ну да, да, да. Да. Ну, Apple Music и что-то еще там. А, YouTube Premium. О, кстати, YouTube Premium у тебя есть? Да, YouTube Premium есть. Кстати, YouTube Premium я всем советую. И, в общем-то, все воспринимают, как будто это тебе персонально прилетает. То есть, я когда сказал, что подключите, не пожалеете, все такие, они будут тебе платить. Это как бы мне не платят. Платишь, конечно, но косвенно. Да. Но, блин, это реально удобно, если ты YouTube смотришь постоянно, скачать, свернуть и без рекламы. Очень круто. Вообще просто лучше. Но об этом давай YouTube Premium поговорим чуть позже. Еще раз вернемся к телефону. К тому, что я думал о том, что вот, как вы думаете, вот моя версия, она как бы имеет место быть, что появление телефона, это все равно, что когда человечество открыло огонь или там обезьяна взяла в руки палку и так далее. Вот вы так думаете, что это важный этап развития человечества? Типа будут ли его в учебниках также отмечать? Конечно, да. Первый iPhone, знаешь, такой. Ну, условно, да. Ну, то есть через тысячи лет это в истории навсегда? Ну, да. То есть, вы знаешь, как даты проходят в этой школе. Там будет день рождения Гитлера, выход первого iPhone, третья мировая война. Причем они должны стоять рядом обязательно. Но, ты знаешь, мне кажется, если говорить о смартфоне, то появление смартфонов в современном его понимании, на мой взгляд, куда более важный этап, чем даже появление мобильного телефона вообще. Потому что мобильный телефон, он, по сути, тебе просто сделал возможность звонка удобней. Ну, раньше ты сидел с проводом, а теперь ты делаешь это там безопроводным образом. А вот именно смартфон, он породил индустрию сервисов и приложений. Уберизация вообще всего и вся, это тренд последних нескольких лет. Ты сегодня можешь заказать себе что угодно вообще. То есть, сервисы через приложеньку, ты можешь все, что хочешь. Может быть, даже эскорт, если я не пробовал. Но мне кажется, что все. Какой-нибудь Даркнет и так далее, какие-нибудь секретные приложения. Вообще все. Все, да. И это реально проще. Ты можешь заправить машину, которая стоит на стоянке, тебе приедут, зальют ее, помоют. Может быть, еще какую-нибудь хрень сделают. Все это делается через приложение. С собакой твоей погуляют, продукты привезут, еду привезут. Уже реально все. Тебя вынесут. Все, что угодно. Как думаешь, в какой-то момент мы можем превратиться в приложение? Вот сами. В набор, знаешь, приложений. Нет, но, наверное, тут фиг знает, куда это все зайдет. Потому что все, к сожалению, ты привыкаешь к одной схеме, а потом раз и поменялось. Потому что придет какая-то новая... Как соцсети. Помнишь, пришел Фейсбук? Все думали, фига, Фейсбук, соцсети, потом Одноклассники, ВКонтакте. Круто, круто. Вжик, и все модернизировалось в мессенджерах. Но сегодня реально, объективно, никто не общается. Ты не в курсе про ТикТок, да? ТикТок. 800 миллионов человек в ТикТоке. Что? Ты не знаешь про ТикТок? Это же самое дегродное приложение. Ты знаешь, что это приложение... Я считаю, что это для дегенераторов. Я тебе больше скажу. Они как бы там в какой-то момент даже американские... Это Минюст, или кто у них там предупреждает детей, выпускали, что если вот у вашего ребенка на телефоне есть ТикТок, вы с ним повнимательнее. Потому что там процветала undraged prostitution. ТикТок использовали педофилы для поиска, соответственно, жертв, которые не особенно против. Знаешь, типа... То есть они вроде под музыку там что-то делают. А потом раз, заходишь, а там все нормально. Но потом неожиданно это трансформировалось в максимально креативную социальную сеть. Слушай, ну она, кстати, мне кажется, максимально не креативная. Потому что она какая-то, ну, прям совсем тупая. Знаешь, когда тебе за тебя уже все придумали, тебе нужно только рот открывать. Они начинают поют, типа, песни, отрывки. И там что-то танцуют. Я просто смотрю на эту байду и такой, типа... И мы еще вайн ругали, понимаешь, вот после этого. Вайн неплохая тема была. Вайн вообще было нормальное дело. Да, я любил вайн. А тут... Вайн это как коуп, да? Да. Мне причем нравится сейчас называют инста-вайн. Знаешь, это как бы вайн уже умер тысячу лет. А вот как бы вайнеры перебежали в инстаграм, и теперь они стали инста-вайнерами. Ну, кстати, я, кстати, не знаю, что с ними стало. Я всегда хочу сказать братья вайнеры. Они с... Братья вайнеры? Да, всегда хочу это сказать. Братья вайнеры. Они просто в какой-то момент же они так фигурировали, как персонажи, что вот есть вайнеры, они пишут вайнеры. Они вот, мне интересно, они... В инстаграме. Как класс, что с ними сделать? Они пошли в ютуб и в инстаграм. Да? Я хочу сделать такое шоу, что, ну, мы смотрим вайны. Да? Да. Ну, знаешь, как американцы слушают музыку. У тебя есть уже такое шоу. Так вот сейчас тик-ток. Нет-нет, у тебя уже был такой фильм, «Зомбоящик» называется. Он как бы «Мы смотрим вайнеры». Мы опередили время тогда. Мы опередили время. Кстати, мы когда у нас было с Поперечным, он прям вообще, типа, ругал этот фильм. А я его не посмотрел. Я его посмотрел на это, на Новый год пьяненький. И я тебе скажу, что это офигенный эффект. Там нарезки короткие. И ты в какой-то момент не понимаешь, когда началась уже настоящая реклама, типа, фильм приостановился и пошла реклама. Ага. И ты думаешь, сейчас, а в чем здесь вот прикол? Да. Вот сейчас вот, типа. И не вдупляешь. А потом, когда в другую сторону работали... Или наоборот. Вот это смешной скетч сейчас был. Это была классная реклама. А потом понимаешь, что, ну, навряд ли это была реально реклама. Братан, я говорю, что это как бешеные псы. Он недооценен. Недооценен. Он недооценен. В смысле недооценен? Но я недавно понял, что меня начало сильно раздражать. Это вот эта вот тема, да? Когда ты собираешься с друзьями, и все в телефонах. И кто-то один начинает говорить, типа, выйдите из телефонов. А знаешь, что... Я ему, вот, я реально про себя думаю, я так не сказал, но я про себя, да, блядь, смиритесь уже. Все. Ну вот все. Не будет уже. Давайте посидим с телефонами за столом. Да, все, смиритесь. В этом нет ничего плохого. Я недавно, я не помню, я рассказывал эту историю, я вот был в условии там, что я и несколько мам таких, у которых уже взрослые дети, и они жалуются. Типа, вот, типа, ребенок, там, 13 лет. Сидеть? Нет, нет, пришел домой с другом. Мы спалили, что у них, типа, бухло. Но мы забрали у них бухло, потому что они купили хуевое бухло. Мы им дали нормальное бухло. Типа, идите. Если уж вы решили, там, выпейте. Выпили. Но мы, говорит, сидим, ждем. Ну, когда движ начнется. Сидим, сидим, тишина, тишина. Мы такие, говорит, начинаем паниковать, заглядываем к ним. Они все выпили, сидят в телефонах. Типа, что за херня? В Майнкрафте. Мне говорят, что, типа, вот раньше-то молодежь была. Ну, типа, она пьется и, не знаю, самокаты начинает воровать, да? Ну, что-нибудь такое. А вот эта, типа, молодежь пошла, сидит вот в своем телефоне пьяненькой. Непонятно, что происходит. И мемы листает. Лучше же вообще. То есть, прикинь, ты, типа, в гораздо меньшее число неприятностей можешь попасть, если вместо того, чтобы пьяным идти на улицу, ты пьяным взял телефон и в нем залипаешь. Я вообще говорю, что уже пора смириться просто с этим. Потому что, когда начинается, ой, мы что? Ну, типа, это уже нормальная тема. Все, мы вот сидим, все в телефонах, кто-то ждет суп, кто-то ждет чай, он сидит в телефонах. Ну, как бы, все. Ну, я не соглашусь. Мне кажется, что, ну, это неуважение какое-то. Если вы собрались все-таки пообщаться, ну, знаешь, как бы тет-а-тет или еще что-то. То есть, нет ничего зазорного, чтобы, знаешь, там, ответить быстро на сообщение. Но все-таки это не ва, не табу. Ну, но при этом все-таки, знаешь, когда люди реально тупо залипают, либо они слишком много общаются, и у них просто сейчас в моменте нету тем для разговора. Либо они уже совсем плохо друг друга знают, им проще с телефоном. Тимур просто говорит. Нет, я говорю о том, что, типа, я, конечно, считаю, что это плохо, но при этом я считаю, что, ну, вот, все уже. А, это да. Ну, вот, все. Здесь, скорее, разговор о вот этом пафосе, знаешь, типа, давайте, друзья, отложим телефоны и поговорим. Если есть о чем поговорить, вы, блядь, и так поговорите, да? Есть игра, кстати, «Пирамида» называется. Все складывают телефоны пирамидкой, кто первый потянулся, тот оплачивающий вот за всех. О, неплохо. Типа, знаешь, ломает, там, сидишь такой, типа, ай, не могу, я должен, ну, плати за всех. Нормально. Да, это нормально. Ну, вот, хорошо ли это, что мы такие зависимы от этого? Ну, да, слушай, это, знаешь, как, типа, вот, сейчас все сидят, уткнувшись в смартфоны, там, в метро, и контрфотка, когда люди сидят с газетами вот такими вот, знаешь, там, на старых этих вокзалах. Я, кстати, помню, ебло людей, когда они неуткнулись. Грустные были. Да, я, кстати, тоже помню. И это мне не нравилось. Я сейчас, мне гораздо больше комфортнее в метро. Я же по утрам ездил в метро, и ты заходишь, только думаешь, не. А он думает, как самокат стырить. Да, не. Поэтому. Он сидит, а там, понимаешь, а сейчас все такие сидят, что-то смотрят, листают там. Но, знаешь, что я смотрел недавно, кто-то оцифровал, короче, просто съемку Нью-Йорка где-то. А, да, да, да. Ты видел, да, это какой-то там 90 в какой-то первый год. Да, 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 да. В 4К, причем там хорошие виды. Это было забавно, что это как раз, когда только телефоны появились, но еще смартфонов не было. Что вот раньше в Нью-Йорке все были телефонные будки, люди говорили, а сейчас появилось огромное количество мобильников и телефонов. И вот там типа прям, знаешь, был такой пафос, что вот все, скоро люди перестанут говорить между собой, а все будут говорить по телефону. Ну, забавно, что не угадали, да, потому что как бы все перестали вообще разговаривать. Да, сейчас, кстати, звонить это западло. Ну, то есть, когда... Ты тоже думаешь, что звонить? А я вот звоню... Я всегда звоню тоже. Я тоже звоню. Не-не-не, мужики, так не надо делать. Не надо? Нет. Но, допустим, если, допустим, там, ты мой друг, и у тебя день рождения, я тебе позвоню. Это особый случай называется. Да. Но многие просто пишут... Но не надо звонить утром и говорить, как дела? Нет, ну, конечно, не позвоню там в час ночи, ой, я первый там, нет. Нет, я имею в виду, ну, что, просто, ну, позвоню. Иногда аналоговые вещи, ну, охуительные. Нет, в этом... Ну, можно вообще по фейстайму позвонить или там, знаешь, видеосвязь, вот эти дела. Но, при том, что, кстати, опять же, вот для меня видеосвязь это такое. Жена вообще ненавидит у меня, знаешь, она, типа, не звони мне по фейстайму никогда, потому что ты никогда не готов, рожа кривая, ты сидишь такой, типа... И тебе, допустим, дочка звонит или сын у меня любит. А вот они, кстати, очень этим телом пользуются. Для него уже, знаешь, там, позвонить по фейстайму, это также, естественно, как и просто позвонить. И он, в принципе, никакого различия между этими действиями для себя не делает. Он тыкает в то, чтобы попалось. Ну, говорю, ну, фейстайм, значит, фейстайм окей. Вот для меня фейстайм это особый случай, знаешь. Вот, фейстайм, да. Вот видишь, градация, то есть видеозвонок, потом просто звонок, потом уже мессенджер. Да, да, да. Но, соответственно, в обычной жизни в большей степени сейчас все задачи решаются через мессенджер, через бот. Я помню, когда появились кинотеатры в Москве, то есть я тоже настолько старый, что я помню, что было два кинотеатра, «Пушкинский» и «Кодек Киномир» в Москве. Потом они стали потихоньку разрастаться. И чтобы записаться в кино, ну, как бы купить билет, нужно было позвонить. Это реально звонил и общался с оператором. Типа, какие у вас сеансы? Она тебе рассказывает, ты говоришь, а можно вот там записаться? Потом сделали автоответчик. Я помню, так такси вызывали. Такси вызывали, да. Девушка, можно машинку по такому-то адресу? И вот оно все эволюционировало, потом это появилось в виде приложения. Сейчас есть вообще чат-боты, например, да, когда ты можешь боту написать, он тебе там жик-жик ответил. Мне кажется, что вот эта история про то, что звонить, ну, типа, хуже, мне кажется, что здесь тоже нужно избегать того, о чем сказал Тимур. Знаешь, вот этого пафоса, когда не звоните мне вообще. Мне приятно взять, когда мне звонят, я типа не отрицаю. С другой стороны, я, например, брата с днем рождения иногда поздравляю просто в мессенджере. Не-не-не, мне кажется, это не круто. Если он где-нибудь ездит, ему невозможно это сделать, я с ним потом поговорю. А потому что человеку неудобно сейчас, ты ему написал, написал, он тебе ответил, все, вы пообщались. Слушай, я ненавижу поздравлять с днем рождения, потому что я понятия не имею, что говорить, кроме как поздравляю тебя с днем рождения. Да, это правда. Вот, Серега, чего желать? Вот я переступаю через себя. А там вариантов просто немного. Что надо желать, да? Там список, он сокращается. Ну, понятно, да, все это. Да, все к здоровью будет. Я вот хотел сказать, что в нашем возрасте, чувак, уже очень просто поздравлять. Желаю тебе здоровья. Да живи до следующего дня рождения. А вот смартфон может, как бы, включиться в перспективе, в прожиточный минимум? Чтобы его, знаешь, дотационно тебе давали. Да, условно говоря, его вносят. Но это же очень необходимая вещь. По сути, если у тебя сейчас нету там, условно, WhatsApp, ты же неудобный для общества. Ну, ты прям неполноценный. Что лучше, рука или WhatsApp? Неочевидный ответ-то вообще. Не, ну смотри, давай. Хорошо, давай. В WhatsApp, хорошо, надо чем-то печатать. У тебя нет руки, окей. У тебя нет левой руки. Да, но там есть голосовое сообщение, но его надо зажать. Диктовка есть, может. Диктовка есть. Одним пальцем, нормально. Ну, можно сказать. Руки нет, вот смотри. Окей, ладно. И наговорил все. Хорошо, так. Может, прожиточное меню? Ну, мне кажется, что да, да. С одной стороны, ну, как сказать, это, наверное, не так круто, как личный туалет. Ну, в смысле, нормальный. Или там питьевая вода. Но в каком-то смысле в современных городах это уже стало обязательной составляющей. Потому что, например, навигатор в телефоне, ну, реально не доедешь просто. Знаешь, там где-нибудь за границей, хрен его знает, куда ехать. Ну, то есть, объективно, если у тебя нет телефона или там какого-то навигатора, то ты просто не доедешь. То же самое с многими другими вещами. Поэтому сейчас телефон для меня уже настолько круто интегрирован в обычные будни, что я вот выкинув его оттуда, просто лишусь огромного количества возможностей. И те, естественные вещи, которые я делаю сейчас, просто вот два пальца, ну, пальцем нажать две кнопки, превращаются опять в какие-то страшные страдания. Ну, мы говорим про недорогие смартфоны. Слушай, ну, с другой стороны, какие основные потребности, для чего тебе нужен смартфон? Вот, по-хорошему. Ну, порно утром посмотрел, так? Я, кстати, бросил смотреть порно. Почему? Да он всем про это пиздит, ему никто не верит, но как бы... Я влюбился. А, да? Там на порно-сайте нашел кого-то. Прикинь, так бы было. Как помню, этот Бород влюбился. Это такой гэг, да, что Бород влюбился в Памелу Андерсон. Просто это один из лучших гэгов вообще в истории кино. Ну, что просто тип влюбляется в Памелу. Нет, нет. И что, и что? Порно посмотрел. Ну, я имею в виду, хорошо. Это для потребления видеоконтента. Это мессенджеры, опять же, коммуникация. И, возможно, какие-то сервисы, которыми ты реально пользуешься. Для кого-то это такси. Игры. Игры, ты знаешь, мне кажется... Хотя игры – это самые зарабатывающие приложения на любой платформе. Это суперпопулярная тема. Но мне кажется, что без игр как раз можно прожить. Вот у меня нет ни одной игры в телефоне. У меня есть три. У меня есть три. И эти игры ты используешь, когда вот у тебя, типа, не о чем подумать. Убить время. Чтобы не оставаться наедине с собой. Чтобы не оставаться наедине с собой, да, и с этой вот бесконечностью собственного сознания. Ты такой, типа, а, впрочем, поиграю в замерзшее сердце. Вот лучше порну посмотреть в этот момент. Очень сложно, потому что, ну, ты представляешь, это где... Расслабляет. Чувак, момент одиночества такого обычно происходит в вагоне метро. То есть я еще недостаточно самоуверен и смел, чтобы смотреть порнуху. Мне кажется, знаешь, такой, ты вот максимально, если тебя спросить, вот человек, у которого уровень, знаешь, самоуверенности максимальный. Да. Типа, вообще максимально невозмутим. Человек, который может просто включить со звуком порнуху в метро, знаешь. И такой, типа, шумит пояс, надо погромче, знаешь. Такой, типа. Бликует что-то. На, подержи. Подержи, да. Вот так, хорошо. Ок. То есть это нормально, если человек, допустим, берет микрозайм или кредит на телефон. По сути, он берет... Это, ну, типа, это же необходимость. Ну, смотри, просто, если ты берешь... У тебя нет никакого телефона, да. А есть люди, которые, вот, реально до сих пор просят айфон, потому что, типа, ну, айфон это статус. И когда люди вот этим образом, таким образом пытаются как-то подчеркнуть свой статус, это какие-то очень наши специфические черты характера, это наш менталитет. Почему наш? Это вообще в Китае то же самое. Ну, азиатский. Мне кажется, это, знаешь, когда татаро-монголы налетали. Вот, собственно, это какая-то татаро-монгольская история. Потому что у нас можно жить в хрущевке с родителями, но при этом ты взял кредитную тачку, у тебя какой-нибудь айфон золотой, и ты хочешь вот такую вот. Сейчас, подожди. Алиса, сколько стоит айфон X? Примерно 69495 рублей. Нашла на маркете. Алиса, какой прожиточный минимум в России? В расчете на душу населения 9691 рубль в месяц. Для трудоспособного населения 10 466 рублей в месяц. Для пенсионеров 8000 рублей в месяц. Для детей 9 434 рубля в месяц. Спасибо, Алиса. Хвалите меня почаще. Мне приятно. То есть 69 и 9, да? То есть такое вот соотношение, да. И если ты, соответственно, берешь деньги на смартфон, ты пытаешься... Вот что ты пытаешься, кстати, сделать? Ты пытаешься показать, что ты... Вот что? Нет. Все же понимают, что ты живешь в хрущевке. Не-не-не-не-не. Нет? Не обязательно. Ты ходишь в клубы, я не знаю, какие-нибудь... Мне кажется, в большей степени для молодежи свойственно. Когда вот он ты, значит, все свое ношу с собой. Вот я, вот он весь. И я, соответственно, таким образом вот себя демонстрирую. А то, что у меня в бэкграунде, это типа... И вообще задумываться о будущем, о том, что есть какие-то ценности более важные, чем телефон и так далее. Это либо с возрастом приходит, либо... Либо, не знаю. Либо не приходит. Да, но просто у европейцев, у них с детства, понимаешь, другие вещи. Они там работают, у них не зазорно учиться и работать, не знаю, в Макдональдсе. У нас это считается до сих пор каким-то типа, ну, фиг знает. Вот сейчас происходит некий сдвиг чуть-чуть. Ребята молодые, совершенно спокойно работают. И они как раз айфоны в кредит не покупают. Они понимают, что можно купить совершенно спокойно телефон в 10 раз дешевле. Он будет выполнять вот эти все основные базовые функции. А деньги он, я не знаю, либо накопит, либо купит, что для него еще более важно. Это круто, что это происходит, потому что это неправильно, когда телефон является вот этим вот как раз мерилом статуса или какого-то там, не знаю, индикатором успешности. Вот я именно так считаю, что когда ты берешь именно айфон в кредит, ну, вот ты немножко долбоеб. Но если ты берешь в кредит, условно говоря, ноутбук, на котором ты реально можешь делать вещи какие-то. Да. Это, ну, типа круто. С другой стороны, представим, что ты девочка. Так. Ну, допустим, симпатичная. Допустим. Ты покупаешь айфон в кредит, чтобы завести успешный инстаграм-аккаунт и впоследствии его монетизировать. То есть для тебя это не столько кредит, сколько какая-то некая инвестиция. Вот. Так нормально. Не является ли она в этот момент долбоебым? Нет. Вот мне тоже кажется, что не всегда. Поэтому нельзя говорить, что покупка айфона в кредит или любого там смартфона, это по умолчанию, типа, ты чуть дурак. Или просто, ну, вот потому что, знаешь. То есть нужно изначально понимать, зачем тебе это нужно, почему тебе нужен именно этот гаджет. Не, не, вот это сейчас очень важно. Ты сейчас произнес правильную вещь. Если ты рассматриваешь, что взять кредит, купить айфон, это решение какой-то проблемы, которую ты можешь формулировать. Ты это берешь как инструмент. Вот, ты просто формулируешь, ты говоришь, ты можешь ответить на простой вопрос. Зачем тебе айфон? Да. Вот ты говоришь, вот он мне нужен для того-то, 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 того-то. Потому что банально, типа, посты в инстаграме, где там отмечено, что с Эпла, да, вот они типа... Да, в зеркале, когда ты стоишь с айфоном, это типа... Да, типа, это вот канон. Да. Я стою в сиоми в зеркале, not so much, да. Что-то у тебя не так в жизни. Что-то не так, да. И поэтому ты вот хочешь стать известным, для этого нужен айфон. Это звучит, в принципе, более разумно. Это реально, да, вы сейчас сказали, это реально правда, да, что посты в инстаграме, которые сняты с айфона, видно айфон, они работают лучше. А ты реально смотришь и думаешь, почему не айфон? Почему он стоит с каким-то уже... Да, я никогда об этом не задумался. Ты сразу ее воспринимаешь по-другому. Ну, в инстаграме же традиция, как знаешь, была традиция там в эпоху Возрождения... Да, что с нами сделал инстаграм? Правильно рисовать ангелов, понимаешь? Да, что он с нами сделал? Ну, то есть ты вот, когда ходишь по всем этим музеям, это же офигенно, офигенно, ты ходишь, ходишь, и вот любая картина, в которой минимальное отличие от канона, там 25 одинаковых, ну, что такое, и там обязательно какая-нибудь телега, почему он нарисовал не там. Да, да, да. И здесь то же самое, типа, у тебя должен быть вот этот вот яблочко, должно быть. Да, да, дальше ты говоришь, это берешь для чего-то, как инструмент. Да, это нормально, если ты можешь сформулировать себе ответ на вопрос, зачем ты это делаешь, то это выглядит как инвестиция. Да, если ты берешь его только для того, чтобы кинуть на стол и сказать, какой ты классный, то это тупизм, прям сотового уровня. Ну, вот у меня так было, помните, был телефон 88-00 Nokia. О, какой был. Ты так шлеп его, а так? Да, 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 я купил такой подержанный, ну, я учился в универе, ну, чтобы выебываться, реально. Ну, и как, у тебя получалось? Да, получалось. Вполне работало. Вполне работало, такой, типа, скидывал, такой, алло, да, а? А, ты такой, тебе вообще звонили. Не просто, в смысле, в тишину, да? А, я хотел сказать, а то тебе вообще и не звонили. Мне кто-то звонил, там был характерный звонок на него, и так далее, такой, джин, алло, да. Но я его поменял через месяца-два, он мне надоел, я просто купил какой-то другой телефон, ну, то есть. Ну, нет, оно работает. Если бы оно не работало, то никто бы не заморачивался. Оно действительно работает. Это уже к вопросу о потреблении и прочем. Вот ты как считаешь себя причастным к созданию этого культа? Культа Apple. Ну, я его не то чтобы создал, я его эксплуатирую. Ну, вот как бы, ну, ты участвуешь в этой пирамиде, где сверху вот это сияющее яблоко, и к которому тянутся все эти... Слушай, знаешь, что я хочу сказать? Одна из книг, которая действительно у меня была, произвела впечатление, пусть это будет, вот я вообще аутсайдер здесь, да, пусть это будет, как бы, очень банально и очень поверхностно, но вот эта книга про Стива Джобса, вот эта самая популярная, блядь, это охуительная книга. Автобиография, да, которая была? Да, которая вот, их там две, вот которая именно самая, типа, это реально охуительная книга, описывающая Стива Джобса, человека, у которого, ну, у которого реально был очень крутой подход к работе. Ну, реально очень крутой подход. Когда я первый раз столкнулся с продукцией Apple, это был вот этот, где-то 2006 год, я любил музыку, и мне нужен был плеер. Я помню, я купил за 6 тысяч рублей вот этот плеер. Айпод. Айпод. Я просто, блядь, охуел с того, какой он на ощупь в руках, какие наушники, как он играет, сколько он держит зарядку. Это продукт подхода к работе. Поэтому, ну, они реально же крутые. Ну, вот так, вот так. Ну, то есть культ он строился не на пустом месте он строился. Ты знаешь, я вот не из этих, которые вот это вот Стив Джобси все хвалят, а вот умер этот, да, вот его все забыли. Вот он был главным там. Да, вот его забыли все. Нет, это все правильно. На самом деле, вот эта его идея, она не то, чтобы очень прижилась. До сих пор огромное количество программистов уверены, что вот они лучше знают, что нужно пользователю, и по-прежнему делают непонятные штуки, повернутые не лицом к человеку. Это по-прежнему происходит. И вот банальная мысль Стива Джобса, что вот когда я открываю, например, редактор текста, я хочу, чтобы там были шрифты. Там же есть же история, как он уволил чувака, который сказал, да нахера шрифты. Он сказал, типа, чувак, здесь должны быть шрифты. Это круто. Вот здесь то же самое, разумеется. Это же не строилось на ровном месте. Я скорее говорю вот про статусность, понимаешь? Потому что Apple, это же компания, у которой там, ну, по сравнению с каким-то там Самсунгом, линейка телефонов, ну, очень куцая. Потому что там тебе есть такая лопата, такая, совочек, там. На любой вообще с шагом в полдюйма, знаешь. В полдюйма, да, все. И при этом все равно, как бы, вот культом они стали. Ну, они все-таки были действительно революционным нервами с точки зрения подхода к смартфоностроению. Тут можно быть хейтером, Apple не хейтером, но это, в принципе, все признают, потому что это данность. И андроида в том виде, в котором он существует сейчас, не было бы, если бы не вышел первый iPhone. Поэтому это было действительно мощно. Единственное, что, понимаешь, все сейчас, и Тима Кука, и вообще компания ругают за то, что, типа, а где давайте нам еще инновации, революции? Ну, они не случаются, знаешь, каждый год по расписанию, там, типа, в сентябре. Подождите. То есть, это вот, они 10 лет назад, 11, сделали вот эту, значит, революцию. И на ней сейчас едут. Сейчас что-нибудь еще изобретут, еще что-нибудь изменят. Может быть, нет. А может быть, кроме них сейчас Samsung возьмет и что-то изобретет другое. Но подход действительно отличается от того, что мы видим на рынке. Они действительно сами делают и софт, и железо. Такого практически никто себе позволить не может. Есть Google, который делает софт. Есть Samsung, который делает железо. Вместе они, значит, дружат. И поэтому, собственно, это продукт, который отличается от всего того, что есть на рынке. Наверное, и это его отличие, оно как раз и заставляет людей думать, что они причастны в таким образом, покупая там MacBook или iPhone, ну, к чему-то небанальному. И вот это вот ощущение, оно, опять же, эксплуатируется и компанией, и в целом двигает эту всю историю. Хотя, уж что более банально, чем MacBook в наше время. Но вот исторически было так. Это как в 2006 читать Esquire. В 2006 читать Esquire. Я, кстати, никогда не думал про Apple вот так. Мне нравится Apple, и он мне сразу понравился из-за, типа, удобства банального. Ну, то есть, там есть какие-то вещи, которые... Слушай, а я все равно считаю, что они злодеи. Знаешь, вот если представить какой-нибудь киберпанк... Да ты потому что там корпорация, чувак. Вот ты из них где корпорация, и сразу такой, типа... Да, да, да. Ну, вот если представить какой-нибудь киберпанковый фильм, да, и вот, и миром владеет корпорация Apple, ну, это реально. Ребят, тебе не надо киберпанковый фильм представлять, тебе просто нужно в Самару съездить. Там люди по-прежнему ходят на улицу в туалет, но со смартфоном. То есть, раньше тебе, чтобы посветить, где этот туалет, там же нихуя лампочка не светит, тебе нужно было там фонарем светить. А сейчас ты такой берешь свой голд, этот, типа, iPhone XS, и такой, типа, о-во, и спокойно ссышь в дырку. А вам не кажется, что именно идея статусности это именно в России, потому что из-за разницы в цене, из-за разницы в доллары здесь... Да, да, в том числе. Да, здесь это стоит дороже, что в Америке это намного доступнее. Этот культ, он не так развит, там меньше, но тоже есть. Все-таки Apple все равно дороже рынка чуть-чуть. Это такой премиум-продукт, знаешь. И в Америке тоже, да? Да, да. Но ты понимаешь, что, например, много кто пытался сделать культ, Верту пытался из своих телефонов сделать культ, и у них ничего не вышло. Слушай, ну, я вот пытаюсь добыть их, пока нет в России. Есть наушники Louis Vuitton, они их объявили. Блядь, как плохо. Это просто затычки, ну, как AirPods. Они стоят 78 тысяч 500 рублей. Там есть 4 дизайна, значит, что там что-то. Самый фокус в том, что есть референс, с чего это сделано. Это как вот с битцами было. Была компания Monster, и были битц. Monster делали для битц наушники. То есть битц это был, по сути, бренд, и это была маркетинговая машина, которая вокруг этого создала культ, и вот полетели. Так и здесь. Они все просто взяли наушники, готовые на рынок, которые стоят 20 тысяч, фиганули туда две буковки LV, и продают за 78 500. И вот я хочу эту штуку добыть, и именно в ролике поговорить не столько про них, потому что, ну, очевидно, что это просто наушники, окей. А именно о культе, понимаешь, вот они просто буковками LV докидывают 50 тысяч к цене. Их будут брать. Вот я уверен, что их будут брать, и они на этом заработают. Вот они, конечно, не массовые, не будут пользоваться популярностью, но аудитория у этого продукта есть, и она готова заплатить 78 500. То есть мы говорим о том, что человечество доходит до верхней точки потребления. Да, да, все вокруг потребления. Ну, нет, здесь скорее разговор такой, что люди готовы потреблять нематериальные вещи. Раньше как-то про это не задумывался. Слушай, за что ты платишь, когда ты платишь за кино? Да, вот ты заплатил деньги за что? За электричество, которое, ну, чтобы включили тебе проектор? За идею ты платишь? Да, конечно, ты платишь за какую-то нематериальную причастность, то есть к тому, что ты вот пришел в кино и посмотрел кино. То есть это даже не твои впечатления, потому что они могут быть крайне негативными. Ты заплатил за саму идею, за причастность к чему-то нематериальному. Это же касается музеев и всего такого. Платить за эти две буквы ЛВ, это платить не за буквы, разумеется. За причастность. Да, как сходить в музей и посмотреть на Малевича. Ты же платишь не за черный квадрат, вот у нас здесь стена черная, можно на нее посмотреть. Понимаешь? Ты платишь за то, что ты идешь и смотришь на картину, которая потенциально устроена, как эта стена, но это картина. Но мне кажется, как раз к вопросу о том, что это не материально, это не буханка хлеба, а это проще украсть к вопросу о пиратстве. Люди не отождествляют это с каким-то предметом или что-то, что ты прям с полки магазина украл или еще откуда-то. Поэтому спиратить это не равно украсть в нашем понимании. Отсюда и развитие пиратства. Потому что люди могут также совершенно спокойно... Потому что за пиратство есть сейчас и ответственность, и это тоже не круто. Но при этом все-таки вот этот социальный стопор, что с полки магазина нельзя, потому что это вот оно в руке лежит, а с полки виртуального магазина стырить киношку можно, потому что она какая-то эфемерная, хрен пойми, какая у нее ценность. Да, 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 ну это она не осязаемая. Ну да, сколько она стоит? Сколько стоит один просмотр фильма? Или типа такой вопрос. Вот я взял и нелегально посмотрел фильм, или я нелегально посмотрел фильм два раза? Вот когда я два раза посмотрел, я типа больше спиздил или столько же? Да, или это накладывается на первое. А если мы втроем, в пятером посмотрели? Это вот, ну как? Там, кстати, на дисках, по-моему, я не помню, там какая-то лицензия была смешная, что по сути ты покупаешь персональное для себя, и реально ты не можешь смотреть или слушать с другими. То есть это вот твое персональное, а лицензия, которая позволяет тебе слушать с людьми, она типа стоит дороже, как коммерческое использование. У меня есть вопрос, кстати, про наушники, пока мы не ушли от этой темы. Вам не кажется, что вот, короче, Apple, он вот делал наушники, вот они свои наушники делают, и вот как у тебя палец накачался, так у нас уши подстроились? Потому что я до сих пор не понимаю, почему эти AirPods не выпадают. Потому что, ну ты их вставил, и они не выпадают. Ну, кстати, это тоже одна из того, что разъебало мир. Вот AirPods это разъебало мир. Я помню, как все говорили, какая-то хуйня. Я вот пацаны, почему они не выпадают? Знаешь, от чего я отталкиваюсь? От того, что очень много фотографий, где люди теперь в AirPods. А я, блядь, ненавижу фотографии, но это наша тема. Я считаю, что человечество, ну, ебнулось на фотках. Вот чем мне не нравится эпоха смартфона, это потому что люди просто сосредоточены на фотках. Но AirPods это реально революция. У каждого из уха так или иначе что-нибудь заторчит. По поводу, почему подходят, ну, там достаточно просто. Они тестировали. На самом деле форм ушей их не так много. То есть они, конечно, отличаются в нюансах, но все стандартизировано. У тебя ухо D3 условно. Да-да-да. И, соответственно, они подгоняли форму под вот как раз значение этих ушей. Это удивительно, что такая форма есть. Потому что вот если ты возьмешь его в руки, он не выглядит как штука, которая не выглядит. Эргономичная, которая даст. Да, она выглядит как, ну, вот знаешь, были вот такие без вот этих, наоборот, даже с мягкими насадками кажутся такие более серьезные наушники. Типа вставил. Но реально с мягкими выпадают, а Apple-овские не выпадают. Вот была история, когда чувак выбежал на поле, и у него были AirPods. Вот он как бы выбежал на поле, то есть он бежал, типа прорвался через охрану и выбежал в наушниках. Но они все-таки не для спорта. То есть бегать в них можно, но это скорее так на свой страх и риск потерять. Кстати, можно купить отдельно один AirPods, если ты вдруг его потерял. Официально они продаются. Ты серьезно? Да, да, да. Спроси, сколько стоит один AirPods? Сколько стоит один наушник AirPods? Заглянула на маркет. В среднем около 3400 рублей. Неплохо. Спасибо. 69 долларов. Один AirPods продают? Ну, прикинь, у тебя выпал в метро и улетел на рельсы. Что тебе покупать заодно? Я такой, да. Я видел офигенный, типа чувак написал, пацаны, я только что выяснил, что размер наушника AirPods чуть-чуть побольше, чем щель вот этих в сливных решетках в Москве. Да, да, да. Зацепило. Ну, то есть у чувака выпало и вот типа застряло. Один из самых до недавнего времени распространенных вариантов уничтожения смартфонов, это было опрокидывание в туалет. Опрокидывание в туалет? Да, ну, потому что люди носили в карманах, либо, соответственно, наглонялись в вылетало, либо в кармане штанов тоже, соответственно, вылетало. Сейчас они стали пылевлагозащищенными, но вопрос, хочешь ли ты им после этого пользоваться. Для каждого он свой. Но AirPods действительно сделали революцию. Слушай, ну, сейчас наушники, это прямо, особенно у молодежи, это также элемент выделится, потому что они у тебя в ушах постоянно висят, и вот ходишь с этими AirPods, типа, смотрите, у меня есть AirPods, причем они достаточно доступны. Это стало прям отличительной чертой, как, собственно, и кроссовки. Слушай, ну, вот до недавнего времени кроссовки были белые, черные, цветные и Nike. Я с 96-го года их было много. Нет, их всегда было много. И всегда была Puma, Adidas и все это такое. Ну, вот прям культ вот эти все, знаешь, там, капсульные коллекции и очереди реально в магазинах за новые... Они были спортивной обувью все равно. Да. Это была удобная обувь. Никому бы в голову не пришло, там, пять лет назад, что как... Нет, братан, во время выходов, релизов Джорданов и его сезонов, как он... Вот Джорданы, мне кажется, не... Вот он и начал это. Нет, это люди, люди, тогда уже, они были очень востребованы, тогда уже были очереди и так далее. Может быть, это как-то переродилось вот опять в эту эпоху пика потребления, но это как бы было всегда. Я помню, я в 98-м году ходил там во Владикавказе в магазины, где продавали кроссовки и смотрел на это как на музей. Типа, о-о-о. Когда-нибудь вот эти... Когда-нибудь, да. Ну вот, да. И это привело к тому, что у меня реально столько пар обуви. У тебя есть еще, да, как у Сары Джессика Паркер. Да, кто это? А, я понял. И «Секс в большом городе». И «Секс в большом городе». Такого, ну, невероятно такого, знаешь, как сказать, он там... Ну да, он там не криминальный местный авторитет. Да, он вот именно вот русский. Он умный, сильный, харизматичный. Умный, сильный. Творческий. Просвещенный такой, цивилизованный. Он же и показал, что такое кофемашина. Он весь такой был, ну, пиздец это что-то типа. И там был момент, когда он разговаривает с ней, барышников, с ней о раке. И вот она говорит, что нет, там у Саманты же находят рак. И она говорит, типа, нет, Саманта не умрет. Он говорит, такой там чисто русский заход. Он говорит, ну, ты понимаешь, у меня был друг, у него тоже был рак, и все было хорошо, а потом он умер. И я просто не хочу, чтобы ты типа вот, типа, питалась ложными надеждами. Она может умереть. И та типа разрыдалась, типа. Ну да, но он такой... Ну, вот тебе кофемашина. Да. Ну, у него такой вот был, по сути, вот русский, вот вообще. Да, да, к сожалению, образ русского Ванька, он как-то очень сильно привязался к, особенно, к голливудскому или, скажем так, к американскому производству. И эксплуатируется этот образ. Я хотел сказать про наушники, что, на самом деле, это же теперь такой этикет, да, то есть ты не уважаешь человека, ты не вынимаешь наушники. Ты чуть-чуть уважаешь человека, ты можешь вынуть один, типа, если в такси садишься, и ты уважаешь человека, ты вынимаешь наушники. Вот ты сейчас описываешь, я все это делаю. Ну, все, типа, пацан, типа, мы с тобой говорим, все. Но можешь влипнуть в телефон. Да, 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 да. Это нормально. Да, круто. Что сейчас происходит с Ютубом в целом? Вот мы говорили о Ютуб премиум. Какие перспективы Ютуб премиум? Слушай, ну вот... Вообще, мне в целом нравится сильно Ютуб. Я не знаю, когда выйдет подкаст. Я думаю, что не сегодня. На следующей неделе. Вот, да. Но сегодня мы записываем его 14 февраля, и сегодня не только день с этого Валентина, условно. А еще и день рождения Ютуба. Сегодня день рождения Ютуба. Да, ему исполнилось еще 14 лет. То есть, получается, как-то 14-14. О, загадать желание, наверное. Он же начинался-то, как это, сервис знакомств. Я знаю, что первое видео в Ютубе из зоопарка. Да, да, да. Я в зоопарке. Да, я в зоопарке. Потому что идея была, что люди будут ролики себя записывать, будут их постить, и можно знакомиться. А, да, серьезно? Мне кажется, в те времена все было с сервисами знакомств. Да, да. Но только показалось, что люди... Люди всегда думают о Ебли. Люди не хотят. Да, всегда. Сейчас вот как бы... Тогда смартфонов не было. Тогда стало проще себя записывать. А тогда, типа, ну, блин, камеры же тогда были 14 лет назад. Да, причем они могли быть еще не обязательно цифровыми. Да, да. То есть, ты должен был взять вот эту камеру, там, соответственно, здравствуйте. И меня зовут, там. Вот. Ну, и никто не стал записывать. Поэтому вот первое видео было залит сотрудником, по-моему, этого Гугла. Не-не-не, Ютуб был самостоятельный проект. Они его купили потом. Не Гугла, а сотрудникам Ютуба. Типа, я сходил в зоопарк. Ну, это один из основателей, да. Но они, наверное, не ожидали, что это начнет набирать популярность. И очень дешево его продали. Я не помню, сколько это стоило. Но что-то типа миллиарда долларов. То есть, представляешь, Ютуб купили за миллиард долларов. Небольшие деньги. А может быть, даже меньше. Я не помню. Но знаешь, вот самая большая проблема Ютуба в чем, как ты думаешь? Вот для тебя проблема. Потому что вы так и так тоже как бы не только зрители на Ютубе, правильно? Вот какие есть мысли на это счет? У меня сформировалась четко, что на позиции главная проблема Ютуба вообще глобальная. Не русского вообще. Вот у него есть одна очень большая проблема. Она не нова, не особо. Но я ее хочу озвучить после вас. Да? Есть какие-то идеи. Ну смотри, я много в своей жизни работал на сторонних площадках. И типа есть золотое правило. Я в своей жизни все, что делал, это всегда какой-то контент. И вот всем всегда насрать на контент. А главное, кому насрать на контент, это площадка. Как бы вы ни старались, площадка все равно будет что-то делать такое, что типа приводит к тому, что контент чем хуже, тем лучше. Потому что у них в конечном итоге какие-то конкретные цифры, KPI, чтобы люди сидели. Ну то есть количество над качеством в любом случае. Да, и поэтому для меня это всегда история про одно и то же, что ты вот приходишь на площадку, ты начинаешь на ней делать что-то сложное, например, вот как N плюс 1, научные новости, там что-то это. Но все равно, типа кто-то записал сиськи, и это все равно будет подниматься выше и работать лучше. Вон, да, и там, это же касается причем всего, вплоть до там поисковиков. То есть если ты выносишь в заголовок какое-нибудь там хорошее слово, это собирает больше. А если ты хочешь сделать нормальный прикольный заголовок, то это типа может и не взлетать. Так что для меня это проблема типа из других площадок никуда не делась. В конечном итоге YouTube, он к людям, которые производят контент, все-таки относится как к вторичной истории. Ну да, как к некому ресурсу, знаешь, как бензин ты заливаешь. Ну типа если вы будете выебываться, вы закроетесь, придут другие. Ну типа да, ты не уникальный, свали нахрен. Да, в каком-то смысле. Но мне кажется, вот моя мысль основная, она, наверное, вытекает в том числе, и это вытекает оттуда. У YouTube нет конкурента. Вот YouTube монополист в худшем понимании этого слова. Площадка, которая просто ассоциируется сейчас с видосиками в интернете, для них это, наверное, хорошо. Все пытаются, ни у кого не получается. В Facebook в свое время что-то там рыпнулся, не случилось. Потом вот сейчас Amazon покупал Twitch, непонятно зачем. Но вот то, что у них нету давления со стороны конкурента. Ты думаешь, Netflix это не конкурент YouTube? Netflix, понимаешь, какая штука? Да, хорошая, кстати, тема. Netflix, он конкурирует за внимание зрителя. То есть зрителю сегодня, в принципе, насрать, что смотреть. YouTube или Netflix. То есть как бы тут контент, там контент. Просто здесь он типа на коленке сделанный, такой более душевный. А здесь у меня, значит, сериал. Это внимание. А вот именно с точки зрения платформы нету сервиса, который бы... То есть вот у условного там ВКонтакте есть в нашей стране, ну, не знаю, одноклассники, не конкурент, потому что это одна платформа. Но в любом случае соцсети, да, мессенджеры. Понимаешь, вот WhatsApp с Телеграмом, например, да. И вот они, значит, идут, и Телеграм придумал, эти там внедрили, эти тысячи. Они так и активно сейчас развиваются, потому что у них есть острая конкуренция. Хорошая такая, добрая, бизнесовая. У YouTube такой конкуренции нет. И он многие продуктовые фичи внедряет настолько медленно, настолько, как бы, ну, значит, так это, типа, лениво. Потому что он понимает, что сегодня, завтра, через год, в принципе, пофигу. Когда будет готово, тогда сделаем. И вот это влияет на как раз то, что и с авторами такое отношение, и в целом подход к контенту такой. Потому что, ну, куда ты денешься с подводной лодки, типа, знаешь, можешь только это. Забавно, что вот эта вот история, мне кажется, про Netflix и YouTube, да, мне кажется, что YouTube, он все-таки, это забавно, что эти люди, скорее всего, все-таки осознают, что вот они все-таки про видосики в интернете, да, что вот Netflix – это черное зеркало, и все-таки, вау, visionary, да, типа, что-то невероятное. Там сделали интерактивный, максимально унылая серия, кстати, бандерснэч. Знаешь, смешно, что я был где-то в серф-кемпе, и они там скачали пиратскую версию этого всего. Слушай, слушай, и начали это смотреть, и вообще нихуя не понимали. Мне кажется, она еще часа два должна быть. Да, они вообще ничего не понимали. Да, 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 все концовки. И потом они, типа, кто-то прочитал в интернете, что они вообще смотрят, и такие, сворачиваемся, ребят. Ну, кстати, тоже один из элементов борьбы с пиратством. Конечно, очень круто, очень круто. Тебе просто часть концовок неинтересна. Вот, и у тебя вот что-то такое, а ты вот, ну, про клип «Диспозита». Знаешь, вот все говорят, ну, вот ты, конечно, классный YouTube. Но «Диспозита», да. «Диспозита», понимаешь? А вот тут прям люди же, ух. Тут, да, тут вот новый сериал. Поэтому, это же, возможно, они... Знаешь, как мой друг сказал, что такое «Нетфликс»? «Нетфликс» — это библиотека по очень крутым интро-заставкам. Да. Которые наши, кстати, телевизионщики тырят, как «Тру Детектив». Да, тут подрезали немножко. Ты знаешь, «Нетфликс»... Кстати, третий сезон «Тру Детектив». Кто-то смотрит третий сезон? Я не встал. Очень крутой. Мне очень нравится. Это очень важно, что «Нетфликс» очень интересно подходит к производству контента. Они, например, снимают какие-то документальные фильмы, а потом... Вот очень много вот этого крутого там, да. А потом поверх документального прям подряд по тем же как будто сериям снимают художественные. То есть вот «Наркос», и у них есть какой-то документалка про наркообаронов. Они прям вот до степени смешения. Как будто просто они сначала сделали ресерч, на основании этого сняли документалку, а потом сели эти сценаристы и написали сценарий. Вот у нас там будет сезон сначала про Пабло Эскобара, потом вот про этот второй картель, который там с ним конкурировал, который, как считается, кокаин возил в Петербург. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. И у них прям вот видно, как они используют одно и то же, и у них это круто получается. То, о чем, что ты можешь посмотреть, и то, и то. Ну, Netflix при этом, по-моему, то ли убыточен, то ли не очень зарабатывает. Он пока не зарабатывает. Да. То есть они заливают деньги в контент. Но при этом, смотри, Netflix – это же, по сути, сервис был, который тебе доставлял кассету на адрес. Это был прокат кассеты. И знаешь, как они… Мне Netflix история нравится, что они прям очень смогли переобуться в воздухе и стать сервисом по вот… Забавно, что до них много кто пытался. Пытался, и много кто… И Hulu, на самом деле, был в том же примерно состоянии. То есть они вот начинали вот этот вот на дистанцию забег на одном уровне. И Hulu, и Netflix. Но просто у Netflix и получилось, а Hulu никто толком не знает. И там, кроме Hulu, на самом деле, есть еще миллион таких же. И забавно, что они в какой-то момент поняли, что даже фильмов недостаточно цифровых, нужно делать свой контент. И сейчас очень много компаний такие, в смысле, а зачем нам давать зарабатывать условному Netflix или еще какому-то сервису? Да, они дают права. Да. Нет, они сейчас еще Disney, например, такой. Мы вообще все забираем, все наше наследие, вот эти все Marvel фигню, все уносим. И делаем свой сервис. А Apple сейчас в конце марта объявит о запуске своего сервиса. И это будет вообще труба, прикинь. А Apple в этом плане платформа-держатель. У Apple как бы есть еще дополнительный бонус. Знаете, может этот сервис в нос пихать каждое утро. Если Netflix ты должен как бы скачать, то эту хрень тебе предустановит. И как бы все будет ровно. Ты когда телефон первый раз настраиваешь, тебе уже покажут, расскажут, скажут, смотри, как классно. И все. Соответственно, они тоже подумали, что нужно делать свой контент. Они будут выходить, скорее всего, с какой-то стартовой линейкой сериалов, фильмов и так далее. И вот начинается уже война совсем другого толка, мне кажется. Мы как зрители, с точки зрения именно стриминговых сервисов, получаем свои бенефиты, потому что конкуренция. У них начинается движение. Они делают сериалы еще круче, еще больше. Да, сериалы сейчас такого уровня, что даже в кино можно не ходить. Netflix сделал, мне кажется, самую такую очень прикольную вещь в моменте подачи контента. То, что они сразу выпиливают весь сериал. Вот это они очень сильно прочувствовали аудиторию. Это весь сезон сразу? Очень крутая идея, да. Это вот, ну да, из карточного домика это, по-моему, началось. Они просто сразу выкидывают, потому что они знают, что сериал лучше всего смотреть залпом. То есть другое программирование. Ты можешь себе сам себе выиграть, по средам смотрю. Да, 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 да. Это вот действительно революционная программирование. Но при этом есть HBO, который такой по старинке. Да, но HBO они по старинке, они аналоговые. И, кстати, они проигрывают. Вы знаете, да, есть будет такой типа сервис. Я читал статью, но он называется Dozen. Вы слышали что-то? Это типа Netflix в мире спорта. У них задача убить pay-per-view трансляции. Просто сделать подписку за 9 баксов. А поэперу трансляции там условно какой-нибудь бокс стоит там 90 долларов. Это же как билет типа на матч и так далее. И они хотят стать типа Netflix в мире спорта. А YouTube Premium, я так понимаю, тоже, да? Это как будет... Там же помнишь был YouTube Red? YouTube Premium вырос из YouTube Red. И был YouTube Originals, который сериалы они снимают. Они до сих пор есть. И, кстати, покупая Premium, ты получаешь доступ к этому всему контенту. Что посмотреть на YouTube Premium? Я был, кстати, в точной уверенности, что YouTube Premium это и есть YouTube Originals. Я тоже так думал. Что ты типа Premium покупаешь и тебе просто... Вот этот контент... Что YouTube за сериал сделал? Сделал YouTube или что-нибудь? У них несколько сериалов. У них, во-первых, они сделали... Они правильно пошли. Они в два направления. Одно, это они взяли неплохих актеров. Ну, там, может, не самых знаковых звездных. Неплохих, ну, продакшн-команду. И сделали сериальчик. У них сейчас есть какой-то Sky-Fi там сериал с звездами второй величины. Не помню, как он называется. И взяли ютуберов известных и с ними сделали шоу. У PewDiePie, например, была фигня «Напугай PewDiePie», где он там ходил, всего боялся. Потом, после того, как он там в очередной раз в каком-то там российско-нацистском скандале, значит, был замечен, они с ним перестали сотрудничать. И таких же еще было много примеров. И, в принципе, это хорошая история, когда подключается серьезный продакшн, у тебя серьезные люди делают кальточный контент, но ты там как такой, знаешь, звезда. Но это не локализовано вообще для нас. То есть эти все сериалы не переведены. Возможно, сейчас добавлены субтитры, не знаю. Но они, ну, просто у нас, я знаю, контент с субтитрами народ не очень любит. По крайней мере, массово. И поэтому ценность YouTube Originals для русского зрителя стремится к нулю. Там ни хрена нет. Там, во-первых, западные ютуберы, не все их знают. И контент на английском языке. Поэтому именно вот эта составляющая, она за скобками. А главные фишки – это вот эти, типа, просмотры в фоне, возможность сохранить ролик. Там есть классный сериал, я про него говорил. Ну, хит есть у YouTube премиум? Я первую серию смотрел, которая называется «Кобра Кай». Это история «Карате Кит». Помнишь «Карате Кит», да? «Карате Пацан», где там он? Ну, да. И это история вот того чувака, которого «Карате Пацан» победил. У него жизнь, короче, после этого пошла под откос. И выиграет тот же актер. Он стал там… «Карате Пацан какого года?» Фильм спроси. «Карате Пацан» – это вообще… Алиса, «Карате Пацан» какого года? По данным русской Википедии, «Карате Пацан» – художественный фильм Харальда Цеварта. Это перезапуск одноименного фильма 1984 года. А, 1984 года. 1984 год. Потом с Уиллом Смитом. Да, ну вот она как раз его и вспомнила, что… Ну, вот перезапуск. И там вот этот перезапуск, вот этот оригинальный фильм, и там вот этот актер, который там снимался, который проиграл. Вот, и он рассказывается про то, как он пытается, типа, свою жизнь обратно, ну, как-то настроить после того поражения, потому что все пошло под откос. Он алкоголик, занимается тем, что там, я не знаю, ремонт такой, знаешь, как муж на час приезжает там что-то починить, подкрутить, прибить. Вот у него такая работа. Вот, и мне очень понравилось. Прям, во-первых, это очень крутой заход для сериала. Такой заход, я просто подумал, сейчас многие используют, был с Жан-Клод Ван Даммом такой сериал, где вот он тоже такой скатившийся, значит, актер, оказалось. Но действительно нет звездного сериала, с которым бы, знаешь, как-нибудь там «Игра престолов» им бы запилить. Но я думаю, что они особо и не парятся, потому что для них это суперсайт-история. Они, видимо, посмотрели конверсию, поняли, что люди идут на YouTube все-таки не за сериалами, не за оригинальным контентом. Ну, и не особо стали вкладываться в развитие этой темы. Ну, то есть рационально. Ну, я посмотрел, например, мне было интересно, есть такой вот научно-популярный канал «Весос». Да, он еще их расплодил, там, пять штук. Да. И вот они, соответственно, с ним сделали какое-то шоу-продакшн, и это, в принципе, не очень круто. Не очень круто, потому что оказалось, что вот это выглядит просто как очень дорогой YouTube-ролик. Да, да, да. Потерялась вот эта магия как раз. Да, все то же самое, но вот это вот там раньше было на коленке, там в том месте, хочется сказать, где он просто говорил на камеру, и какая-нибудь картинка появлялась, тут он сидит в кресле, и вот, значит, там наезды, там разные планы, но в целом качественно ничего не изменилось. Я могу сказать, что дорого-богато для YouTube не всегда равно хорошо. Мы, например, продакшн наших роликов держим на среднепаршивом уровне именно для того, чтобы не терять вот это ощущение, сделано на коленке, сделано, значит, с душой, с любовью. Потому что глянцевая картинка у многих воспринимается с телеком, а телек сейчас не в фаворе. И вот тут надо как-то понять вот этот вот баланс, чтобы ты сделал качественно. С российским телеком. С российским телеком, да, знаешь, классическим. И вот хочется, соответственно, чего-то такого вот персонального, значит, душевного. Я, например, на втором канале, мы сейчас на Велосолайфе, запустил шоу «Кухня», где я сижу и просто одним планом рассказываю какие-то свои мысли на 20 минут. И он снят на такой широкий угол, соответственно. И изначально это было сделано как пилот, типа, ну, по приколу посмотреть. И все сказали, не-не-не-не, давай, без склеек, без монтажа, одним планом. Ты вот смотришь камеру, если еще будешь готовить или есть пельмени, вообще огонь. И вот, типа, чем проще, тем лучше. И, понимаешь, это собирает там миллион просмотров, а потом ты, типа, делаешь сложный продакшн на 8 тысяч камер, там, типа, три дня снимаешь, и это никому нахрен не надо. И ты такой, ну, камон. Поэтому нужно очень четко чувствовать, что нужно зрителю, и как это должно выглядеть, чтобы это действительно... Ну, не перерасходовать ресурсы в том числе. Ну, знаешь, что я думал о том, что возможно вернутся старомодные ситкомы, что они будут популярными вновь. Знаешь, старомодные ситкомы... Которые сняты на восьмерке и за кадровым смехом, и все очень просто и утрировано. Потому что сейчас как будто бы их нет. Ну, вот кто реально сейчас будет снимать старомодный ситком, да, какой-нибудь, типа... Друзья какие-нибудь? Ну, последний это был, наверное, теория большого взрыва, потому что «Силиконовая долина» — это примерно теория большого взрыва, но... Только навороченная. Навороченная без этого всего. Ну, он же тоже реально очень смешной. «Силиконовая долина» — реально очень смешная. Мне кажется, вот в какой-то момент опять вернется вот это. Мне кажется, нет. И такие ситкомы сейчас есть. Типа «Two Broken Girls», по-моему. Это все ты называешь ситкомы, которые запустились до 2010 года. Которые девятые сезоны. Которые девятые. Я имею в виду вот сейчас. Может быть, даже станет еще проще. Потому что можно будет снимать, типа, вообще так. На мобилу? Ну, типа, есть же ситком типа «Modern Family», который наполовину как бы снят... Но он тоже не старомодный. Да, он не старомодный, но он как бы наполовину снят как будто на телефон, на камеру. Вот, с такими типа наездами, которые вот возможно... Ну, кстати, вот пытались в кино, помнишь, «Монстр», который к «Ловерфилд» у нас уходил. Он же тоже эту тему эксплуатировал. Но оказалось, что для большого экрана как раз это тяжеловато смотреть. Как, наверное, эксперимент, как что-то свежее, да? Как, собственно, и хардкор с видом от первого лица. И «Блэр Уич Проджект». Они все просто выросли из той идеи. Вот, да. Но она все-таки не конвертировалась во что-то более сложное. Потому что в кино я иду все-таки смотреть «Аватара» там какого-нибудь еще. Да, конечно, очень странно использовать там, сколько, 24 колонки размером с тебя. Да, да, да. «Долби Атмос», чтобы у тебя там... Я, кстати, посмотрел по сцене вот этот сериал с Джимом Керри. Вы смотрели его? «Кидис» он называется, по-шутим. Бля, ну тяжеляк. Не, ну, в смысле, это круто, но это очень тяжело. Он не юмористический. Он не юмористический, но это тяжело. Я просто не смотрел «Карточный домик» и начал смотреть «Карточный домик». Посмотри «Босс». «Босс» — это круче. Я просто начал смотреть «Карточный домик» и «Постфактум» совершенно другие впечатления. Знаешь, когда ты знаешь... Ну, когда этот сериал начинали снимать, это была такая, типа, дарк-фэнтези, темная фантазия о том, как ситуация может развиваться. Как сейчас она так и звучит? А ты сейчас смотришь, и все понятно. Братан, после того, как в него... Тебе же нельзя говорить. На каком-то... Я не так много сериалов смотрю. Как это странно. Ну, потому что... При том, что я люблю сериалы, я понимаю, что сериалы сейчас интереснее, чем фильмы. То есть в кино ходить сейчас тяжело стало мне что-то прям совсем. Я вот прям хожу и думаю, ну... Я только хожу. Сюжеты и сценарная проработка прям что-то какая-то совсем... Я только хожу на «Марвел». Вообще, я последние какие-то фильмы смотрел. Это исключительно либо мультики, либо игровые. Вот мультики, да. Потому что там все очень просто. Там ты получаешь какую-то порцию впечатлений таких ярких. И соленый попкорн попалом с карамелью. А хочется сказать, что когда ты сериал смотришь, ты такой, типа, можешь проникнуться и персонажем, и вообще. Ну, нет. Я просто поймался на мысли, что сюжеты в кино какие-то очень... Видимо, они очень скоротечные. То есть есть ограничения формата. Те надо в полтора-два часа вложить вот эту всю историю. И есть хороший пример. «Все деньги мира», Ридли Скотта, по-моему, который как раз откуда этого выпилили несчастного, значит, карточный домик. Есть сериал, причем с актером, которого уже тысячу лет никто не видел, Брэндон Фрейзер, который в свое время был такой звездой мумии. Да, и т.р. Потом исчез Сарадаров. Дико разжирел просто. Да, да. Но он, как бы, видимо... Он канадский актер, по-моему, где-то в Канаде у себя, значит, в Торонто там тусил. И вот с ним сериал. И, понимаешь, та же самая история. Это про Гетти, которого, значит, шантажировали внуком. Просили выкупа. А он отказался. Потому что он сказал, у меня, типа, 20 внуков. Если я заплачу, то всем хана. Вот. И фильм неплохой. Но, я не смотрел сериал, но прям вот все практически, кто видел и фильм, и сериал, говорят, ну, в сериале эта тема раскрыта намного более интересно. И если выбирать, типа, что посмотреть, то сериал. Есть еще недавний фильм, по-моему, так и называется, Пабло, с Пенелопой Круз. Не очень. И вот не очень вообще. Вообще не очень. А есть сериал Наркос, который прям очень. Ну, странно, что после сериала Наркос они решили снимать этот. Да, да. Ну, это очень странно. И он такой очень поверхностный, опять же. То есть, там вот 20 лет жизни воткнули. Удивительно, что в мир короткого формата мы все равно любим длинный. То есть, когда люди хотят вот такой контент. Да, ты вот такой, но все равно ты такой. Не, я лучше посмотрю, 10 серий Нарка. Чем буду согласиться. Вот, странно, да. Все, предлагаю заканчивать, запизделись. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо большое. Я всегда за. Пацаны. Да. Приехали. До новых встреч. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова